Урса, Леон, Фреон тоже все очень неплохо смотрится. Если Висп побудет на отсосе первых минут 15 игры и даст Леону хотя бы Линзу или Блинк выфармить, и потом Леон просто пойдет заниматься своими делами, и Висп уже займется фармом. Решили реально тут на ускорение поиграть. Тут все быстрые. Все быстрые, и появляется еще Дарк Сир. Что еще может? И всем по Юлу просто. И Форст Тафф всем. Нет, Форст Тафф не честно. Форст Тафф ты скользишь. Надо, чтобы ты просто бегал. Саша, Яша обязательно все. Саша, Яша, Юл, Трэвелла. Это все? И по-любому что-то еще есть. Дополнительное время. Ну, что еще там есть? Давай думать. То еще добавляет. Все, наверное. И сейчас нам в Твиттере, ааа, лалки, а вот этот айтем. Давай забей. Ничего страшного, мы привыкли. Так, ну Дарк Сир понятен. Дарк Сир под Свена очень классно комбинется. Под инвокером. Под инвокером, да, неплохо тоже сочетается. И единственная проблема в том, что пока у Спиритов некого комбинить, потому что Висп, Урса, они могут как-то там... Висп, точнее, Урса просто залетает в БКБ, а ты ее ничем не комбинишь, потому что ей просто плевать. Фурион где-то с другой стороны абсолютно дерется. Висп там тоже рядом с Урсой пытается особо не подставляться. Появляется еще у нас Дум. Дум-мид или Дум-керри? Мне вот что интересно. Это может быть Дум-жадный, вот эта четвертая позиция, пупеевский Дум. То есть это субборд, как бы, Думы? У нас сейчас еще должен появиться либо мейн-керри, либо мидер? Ну, я скорее думаю, что это будет мидер. Мне почему-то кажется, что Урса все-таки отправится на легкую, поформить. Да, и вот ЛЦ тоже так считают. Может быть, это Керри Фурион? Да не, вряд ли. Вряд ли это Керри Фурион. Да не, бред какой-то. Пошли, блядь, мемчики. Ну что, пятый бан. Суппортик. Дизраптор. Да, тоже вполне понятный бан суппорта. Вообще, это супер был бы суппорт в комбинацию к Дарксиру, с Вену. И против Виспа в целом очень хорош. Вполне все логично. Стандартная ЦМка. А что, нет? ЦМка тут неплохо, в принципе, выглядит. Дарксиру вообще норм, СВену плюс-минус. Баунтихантеру тоже замечательно. И инвокер. Не, Баунтихантеру это вообще подарок просто. Ну да. Забивает на Кварити, он в момент, пока просто заканчивается винтовалку, нужен новый. Все верно, все верно. Обычно ты стараешься, может скорее, там, всякие базилки, Владмиры там пособирать, аквилы, может, что-нибудь такое. Дополнительное время. Не, Акил, в смысле, регион маны. Что призадумался. Что еще круче смотрится? Может быть, какой-то Оракл? На самом деле здесь неплохо против Урсы-то. Да, Оракл очень крут. Он в целом очень крут. И против Урсы, пока у него не появится БКБ, это, наверное, лучший герой. Ну, один из лучших. Плюс фокус снимать, когда Урса на кого-то нападает, если вдруг у Урсы появится БКБ. Это тоже крутая вещь. Да, здесь, причем, пока нет такого бюрста. То есть, ну, Урса-то, понятно, запрыгнул с даггера, выдает вот эти тычки. Но, по факту, не лагун там никаких, ничего подобного. Ну да, ты кинул, и все, и человек убежал. И Оракл, и ЦМК смотрятся неплохо, на самом деле. ЦМК смотрится немного плохо, потому что ее тут, опять же, убивает все, вроде как. Но, по сути, норм. Ну, появляется Бэйн, тоже такой контроль Урсы, но Оракл мне нравился больше, потому что Оракл не так зависит от позиции, премии. Возможно, вы нам взяли то, что ему ничто здесь не сбивает финсгрип, ну, кроме Дума, которому надо подойти вплотную. Это проблематичное, скажем так, действие, когда идет масс-файт. Поэтому сейчас нужно взять кого-то с останчиком, желательно оранжевым. Леона-подобный герой? Леона-подобный герой, да. Это же сам Леон. Если Дум на Керри, конечно, у нас отправится, или куда-то там. Потому что пока Бэйн действительно смотрится неплохо. Линза, и он там с полэкрана просто начинает щекотать у Дорсу, а ты ничего не можешь противопоставить. Минута. 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 Боже. Артурка. Ча былое, я бы сказал. Главное, чтобы потом не пришлось туда ложиться, где ты копаешь свое былое. Или свое былое. Каждую ночь я берусь за старое? Из этого разряда. Не, Лич тут сравнительно неплохо, потому что он хотя бы сбивает ульт Бэйну, даже если кто-то в БКБ. Но я бы не сказал, что Бэйн тут пипецки важный герой. Ну ладно. Это сигнатурка Артура. Нам уже написали, что можно еще ускориться, если поражать Момку. Всем по-моему. Всем по-моему еще обязательно. Пять Момов. Ну смотри, в принципе, Лич здесь более-менее ок. Почему? Потому что БХ будет очень плохо кого-то ковырять. Того же Виспат просто прислал мне Фрост Армор и все, бегайте спокойненько. СВН тоже милишничек. И вот эта вся супербыстрая кампания, она хоть немножко, но замедлится. Так что в этом есть некий смысл. Смысл есть. Я боюсь, что произойдет, если вдруг пошел неудачный чайник, скажем так, в никуда. Нет, чайник тут не особо-то важен, именно с самого его наличия. Единственное, что ульт Бэйну сбить, и все. Да просто по игре Лич тут будет нормально. Да, берешь, думаем, кушаешь Айс Армор и раскидываешь его от крипа. Хотелось бы какого-то волка скушать. Не обязательно же Айс Армор брать. Суши его соберите, ну уж все, я не знаю. Санстрайк на Рошана, спалили там, наверное, Виспа, не знаю, хватило ли Вижена. Ну 30% ему в слову это достаточно много, это отметить. И ладно, давай, наверное, сразу пройдемся по игрокам, кто у нас будет что делать. Команда Лондон Конспираси, Джо Лупай на Свене, Солен, Бэйн, Кевка в Офлэйне на Дарк Сири, Бивер, Баунти Хантер и Бэйби Найт на Инвокере. Да, ну и команда Team Spirit, Габлак будет играть на Личей или Дан, Дум, Айсберг будет исполнять на Урсе, Узвон на Флай, Висп и Фаник на Куррионе. Ну, с Вардик поставились прям вот. Один в один? Да, один в один. Так, мы судим, потому что Абсервер стоит раньше, то Зайровскому Варду осталось, стоит совсем недолго, ну в смысле, Придентовский Абсервер стоит раньше, да, вот, поэтому Баунти Хантер прекрасно видел, куда поставили вражеский. Не спеша так подковыривайся. Слушай, 100 опыта. О, халявка. 100 опыта за Вард, полуровня, считай, Баунти Руну практически съел. Ну да. Для Баунти Хантера полуровня это, кстати, очень важно, вот, не стоит недооценивать, второй уровень появлений Джинады. Он на линии очень жестко напрягает сразу, да, тут, все верно. Тычка какая-то по Виспу и Висп уже старается смотать удочки. Катиться подальше. Уже нападение на инвокера, он БХ подрезал. Ну, тяжеловато тут, конечно, нападать, когда тебе еще Баунти Хантер разминает. Тыкает под ребро. Ну что, Кевка с Фанником начинают бодаться, мнук пеньков. Трудно пробивать, конечно, на Дарксира 6 армора на первом уровне, еще и щиток. Попробуй что-либо ему сделай, пеньки-то вообще практически ничего не наносят, хоть сам Фурион что-то бьет. Отводит Фанник пеньков. Ну, очень агрессивно играет Кевка. Забрал всех крипов еще и отвод пытается тут сделать. Навесил щиток. Ты посмотри, как жестко он все это делает. Ну, просто потому что может. Главное не перебаковать, а то какой-то Баунти Хантер может загулять. Так, у нас, кстати, битва этих самых Баунти Хантеров. Немножко сентряки друг до друг не достают. И флай остается, в принципе, без добычи, но БХ тоже. Поэтому БХ заход на мидл немножко ограничен. Бэйби Найт виспапка не растыкивает, а не помешало бы, потому что у виспапа ботла нет и денег тоже нет. Ничего у него, собственно, нет. Ночь, а второй уровень Баунти Хантера появляется Джинада. Сейчас намного веселее будет. Даже тоже Урсу потыкивать, как вот сейчас бах, какая-то соточка отлетела. Виспапка приходит сразу присасываться. А вытаскивать не так просто, потому что, как ты уже сказал, ботла нет. На самом деле виспа нужно здесь убивать. Причем есть возможность такое-то делать, пока у флая нет ботла. Он медленный достаточно, Баунти Хантера Джинада и с Робофеном ему нормальный мувспид порежет. Инвокер с Санстрайком. То есть препятствий для того, чтобы убить этого виспа, у которого 550 хп, я в принципе не вижу. Веселый лейн получился на самом деле. Ну вот, БХ банально даже просто идет, выгрызается в виспа и начинает его убивать. Конечно, фэрифайры, все дела есть, но это не слишком много. А, тут на Урсу было нападение через Санстрайк, судя по всему. Бабинат с ним слеснулся в неравной битве, и айсберг уже флоу вернулся. Понимаешь, там Лич и Дум. Дум съел сатира, который дает вредин. Им еще тут принести сюда какую-то хедреску, это вообще веселье будет на самом деле. Но линия очень жесткая, и Артура-то показывал много-много раз, и играть против такой линии не слишком комфортно. БХ, БХ, Фаник, Фаник, а ты не загулял, дружище? Дружище! Отвык, отвык Фаник от того, что тут Баунти Хантера не мог быть. В смысле, он получал дэмодж от щитка и пошел бить стаки крипов? Не, я про то, что в принципе, возможно, забыл про наличие Баунти Хантера на карте, потому что он не роумил изначально, и все свое внимание концентрировал на миде. И вот это смещение осталось незамеченным, так что, скорее всего, не досмотрели спириты. Ну, это неприятно, на самом деле. Он сейчас еще потратил ТП, свитка ТП у него нет, он даун ставит центри вард, поэтому не так просто теперь будет его взять. БХ смещается на бот. А БХ уже внизу, а что он собирается делать здесь внизу, у меня один вопрос. Они не пробьют его никак, но что они тут сделают? Подожди, я сейчас замедленю. Хотя БХ и Санстрайк, Санстрайк поджог, нормально. Теперь уже и Дум не особо этот Санстрайк, судя по всему, ожидал. Обычно вот до первого попадания в тебя ты забываешь то, что есть на карте инвокеры, Баунти Хантеры. Смотри, и так неприятно, Роман, когда ты уже ушел, размансил вот это 23 хп, вытер пот, повесил себе одну медаль на грудь. Идешь такой, и вот он такой вот этот бах. Одновременно вот температура в точке, куда ударил Санстрайк, и температура этого пукана, например, в этот момент одинаковая. Да, и смотри, у инвокера, я думаю, тоже температура всего примерно сейчас одинаковая. А у Урса с виспом просто на него напали и убили. Бывает такое, люди нападают и убивают друг друга. Баунти Руна, прилетает также Кларити, на то, о чем мы говорили, и Баунти Хантеру приходится постоянно быть под Кларити, иначе маны не хватит. Кстати, уже третий уровень, есть Тосс. Айсберг, айсберг просел, неужто, да, хватает дэмэджа, чтобы убить, не успел вот поить флайк, хотя заряды в Ботли были, но далековато был висп. Там Свен еще подтянулся, Свен выходит, дает молоточек, Бэйбинайт, Санстрайк, хорошо попадает, это еще один минус, хорошая перетяжка от Джлопай. Немножко он задержался, потому что не ожидал, что Урсо умрет еще до его появления на линии, потом увидел, что висп никуда не делся и все-таки решил выйти. Получилось как никогда лучше. И Бэйн, тем временем, тоже неплохая экспица, уже сейчас будет четвертый уровень. Лич там крипов, конечно, очень жестко подъедает. Да, несмотря на вот это преимущество по фрагам, если обратить внимание на крипстат, 15 на 2 у Свена, точнее 14 на 3, 16 на 2 у инвокера. Они проигрывают немного по крипам. Так это жесткость линии Дум-Лич, потому что Дума ты толком убить не можешь, его тогда втроем убивали. Урсо опять мизи забирает инвокера. Ну все, то есть Урсо немножко-то раскачалось, а виспа вначале не гнобили. И получите теперь вот эту линию Урса-Висп. И что вы собираетесь дальше делать, не совсем ясно. Тем более, что Виспу тоже уже начинают немножко подфармливать героев за счет ассистов. Очень хочет Баунтихантер выйти в спину Фаннику. Типа вот не есть. Фанник, кстати, получил стой уровень, теперь еще интереснее будет, потому что у инвокера возможностей склеиться стало на одну больше. Он сейчас и будет склеиваться. Вот его немножко подразмяли сейчас, там Вард стоит на хайграунде. Айсберг просто идет на морозе. Подходит Урсо минус Брэйби Найт. Ничего удивительного. Это все настолько просто, и когда ты попадаешься в условном пабе против вот так или двух-трех человек, вот таких вот мобильных, это просто пекло. И инвокер сейчас понимает, насколько это пекло. Потому что его команда просто ему ничем не помогает. Он банально у Бэйна даже с собой, если что, с их штепы нет. Он даже если бы хотел, туда не выдвигался. Вот, именно. А чем занимается Бэйн на этой линии со Свеном? Да, хорошо, там Дум лично, вы ему что так, что так, толком ничего сделать не можете. Значит, уйди на мидл, там твой инвокер страдает, он плачет. Свен страдает, плачет, я уверен. Габлак немножко заснул. Будет молоток, будет санстрайк. Убили Габлака, замечательно. Хорошо, у вас там мидер трижды погиб. У Ильича второй раз убили, поздравляшки. Первый раз убили, первый раз убили. Давай Артурку лишний раз не храни у нас. Не, ну в прошлый раз, потому что там тоже убили. Офтнэр, айсберг прожимает ультимейт. Ну все. А куда? Посыпались, посыпались. Зачем вообще от Баунтифантера? Он силушку богатырскую почувствовал. Там вот пять фрагов есть, так у вообще эти пять фрагов? А, ну тут все по разу умерли. Я думаю, где вообще эти пять фрагов взялись? Тут никто интенсивно не фидит у спиритов, в то время как у ребят из команды London Conspiracy инвокер уже очень плохо себя чувствует. У него там 1900 Нетворца, 1900 Нетворца у Свена и по две с половиной у Фуриона, Дума и 4000 Урсы. Welcome to Dota 2. Неприятности. Да, вот сейчас Баунтихантер заходит на топ, буду пытаться убивать Фанника, но у Фанника стоит центряк, он все увидел, он теперь никуда не выйдет из-под Таура, и Баунтихантер может тут хоть до посинения вообще бегать. А ему нельзя здесь бегать до посинения, ему нужен шестой уровень, поэтому он сейчас пойдет кто-то в мид, опять пытаться что-то сделать у Урсе. А у Урсе на него уже по барабану, по сути. Ну все, у Виспай есть Терелокейт. На самом деле, это уже маленькая отправная точка, потому что сейчас они прилетают абсолютно на любой лейн. Вот, например, ботом, как только там появляется Бэйн или Свен, просто тут же делаешь ТП туда и ломаешь Баунтихантер, дотыкал Курьера, неплохо. Ну там уже в Курьере ничего не было, он Мом принес, со своей основной задачей справился, тут Айсберга усыпили, но мне кажется, Бэйна сейчас могут усыпить совсем и насовсем. Урса идет, там четверо игроков команды Лондон Конспироси, нужно быть поосторожнее. Ну Урсе вообще по барабану, я смотрю, просто бедоед идет, Паник прилетает, Урса еще у одного собирается убивать, гонится дальше, будет листану с Веной, через 3 секунды, отличный бодиблок иллюзий у Айсберга, Дульты, естественно, еще очень далеко, подставляется немножко Паник, вернее, Айсберг его немножко подставил, появляется Габлак, но Габлак, в принципе, я не успел потратить. 9 диков у Свена, он может продолжать преследование, если топорик есть, топорик, треки висят, на Габлака сейчас тоже может заменять, трек сбивается, флазка, пошел стан, подходит сюда Дум, если чем заткнуть, 1 стик у него, только маны не хватает. А Дум с дабл дэмэджем, если еще, поэтому у Дума все очень замечательно, а вот у Инвокера нет. И к этому моменту вернувшийся уже Висп забирает Бэйби Найта, и тут интересная серия разменов. Причем серия разменов произошла на почве того, что Спирит дрались вообще вдвоем против всей команды. Вдвоем! Изначально. Потом прилетел Фаник, потом появился там Лич, потом появился Дум, все по очереди, а ЛС были здесь пятером со старта. Погибли в равном количестве. Потры. У Бэйн до сих пор пятого уровня. Финцгриппа, того самого, который нечем сбивать, нет. Есть небольшой бонус. У Дарксира появляется Миказм. Это полезная штука. Но вот чем спасаться от этой Урсы, все равно пока не ясно. Да вот, я о том же. Хорошо, Урса сейчас купит себе там блин к следующим слотам, возможно, возможно, потом Блэкинг Барб пойдет. В целом, Урсе больше тут уже ничего и не нужно. Башню сил тьмы на центральной линии атакуют. Почти седьмой, Висп уже там почти восьмой уровень. Дум тоже себя замечательно чувствует на ботаме. Будет ли тычка. Пошла тычка. Трек. Подрубает сразу же землю Иллидан. И просто бежать. Он остался без добычи. Там Свен шестого уровня бегает, и Дум восьмого. Варкрай бежать, да? Он готовился нападать в какой-то момент. Так все, Свен не фармит крипов. Где это видано? Сетивай сейчас просто плачет, глядя на этого Свена. Джиллопай плачет, глядя на этого Свена. Я думаю, они вместе пускают слезу. Ну вот сейчас пошли крипчики. Ну, в первом уровне, в том-то и дело. Он был на цели немножко пофармить, не пофармить, точнее, а подраться, за счет того, что стан там третьего левела, а в итоге получается, что нужно уходить фармить. Сплошник такой сильно, как хотелось бы. Да, ну и вот сейчас я жду агрессии от Team Spirit. Fly, раздевардил, есть New Battle, там хатстан, Whisperid трудноуловимый. Конечно, большое количество станов, контроля всякого и так далее, но не менее до нее надо еще дотянуться. Вот, смотри, Угурса вместит крипчиков. Еще, говорит, сюда давай. Все вместит, на самом деле. И крипчиков, и людей. В пятером сместились на топ, неужели это будет выход на Фаника всей толпой? Фаник, он, Финсгрипп, Финсгрипп, релокейт, ставится стенка, хорошая, очень быстро практически погиб, Whisperid 9 секунд, он начинает отбиваться, пошел чайник, чайник, великолепный стан по виску, минус виск, Клэп, уйдет и отсюда, Бивер, Бивер, зажался, нет, уйдет. Там еще инвокера подсвечивают, но у Урсы нечем до него допрыгнуть, только-только появляется Блинк Даггер, и не хватает времени нанести еще хотя бы один удар у Урсы, появляется Блинк Даггер, ну, естественно, он пока еще только в Курьере. Очередной разнос, коренной тотальный развал, да, вот кажется, по деньгам Spirit не слишком много и выигрывают, но чисто по ситуации выглядят они абсолютно беспомощными, Spirit пока намного сильнее смотрится, что Свен без слоту, вообще, у Свена нет просто ничего, у него ПТ, ладно, к нему что-то еще может летит, а, к нему летит, ну, маска, Морбит маска, то есть будет Доминатор там через 500, ок. Он старается фармить, но пока мы видим не особо хорошо получается, уже и Splash в двоечку взял, пошел в ГТС, ради того, чтобы убить парочку лесных хрипов, заходят в топеньки, минус инвокера в очередной раз, да, еще и Свену мешают, залетает ульт от Фреона, или живой Свен, если что. Там вот релокет через 14 секунд, поэтому если Свен будет так просто маячить на месте уражеских там вардов каких-то, условно, то ему совсем не сладко. Вообще непонятно, что ему делать. Баунтихантер пока идет задевардить. Услепили Урзу, узнают ее местоположение. Особо его не скрывало, конечно. Мы, возможно, знаем местоположение сейчас страны, но там просто знали, где точно находится Баунтихантер, и не знали, где даже приблизительно находится Свен, поэтому тут выбор был вполне очевидный. Ну, делает и паунт. Ну, что-то дожидаться без паспорства не стоит, они где-то рядом. Истина где-то рядом. Истина где-то рядом. Падает на а вот мивышка 11-10. Пользуете им спирит, фарник имеет барабаны. Пыльзы, ну, нормально. Тыщенка сверху, не знаю, что это будет, будет ли это не кратчик какие-то для пуша. Может быть, и будут. Может, какой-то условный. Ну, хотя шедоублейд тут не особо крут, потому что баланс-хантер есть. Может, майл-штром какой-нибудь просто, чтобы бить рученькой. Вот, забирают еще и вышку в миде сейчас спирит. Да, спирит при такой вот сильной, скажем, психологической доминации они пока еще слишком мало вышек забрали, и поэтому преимущество по деньгам не такое уж и большое, что фрагов плюс-минус одинаковое количество, и вот только второй тауэр они еще забирают, при том, что сами уже потеряли один. Тут на паника нападение. Паника просто убивают всей бригадой. Это, опять же, да, никого сюда лететь, возможно, не будет, их просто, возможно, попытаются сзади сейчас обойти, и их там всех поубивают. Ну, подожди. Я жду. Рано хоронить? Я жду, все норм. Все норм? Да, вот смотри, там пенек подсвечивают двух пацанов, и вот мигает, мигает, говорят, тут можно парня прибить, вот, первого парня прибили, а остальные парни должны моментально кастовать тэп-ауты. Да, 18 секунд кэдэ тэп-ауты у Баунти Хантера, поэтому с криком братцы, вы куда? Прячется в леса, висп. И чуть-чуть не достал, буквально шариком, врезался, врезался шар. Понимает, просветка пошла, нашли Баунти Хантера, пытается его найти также Урса, но Урса должна быть сейчас для него там допрыгнуть, 2-1 секунда. Тэть-ть-ть-ть, мансить. за одним там пацаном. сместились на топ, на топе Т1 стоит. Это приятное совпадение, да. Небольшой бонус, который позволит оправдать то время, которое они потратили. Плюс вышка сейчас будет в их активе. Точнее, денежки за нее. Башню сил света наверх. А уже порядка 5 тысяч преимущества. Да, преимущество сейчас растет очень быстро. И у Лондон Конспироси единственный вариант это просто куда-то Свена, не знаю, обеспечить ему лютый-лютый-лютый фри-фарм в своем лесу. Как-то задавардить все. Но вот мы видим, что сейчас и Свен и Бэйн бегают по вардам прям. Сейчас могут лететь на Бэйна, а попадут в Свена случайно. Урсет, там рукабая скоро вообще. Это тоже будет приятный бонус, на самом деле. А, он сейчас еще и Свена видит. Башню сил света наверху. Да им подехать тут два забирать. Они могут сейчас заставить стянуться какого-то Бэйна условного. Ну, мол, Дум, Погоня, вот Андрей Лакей. Свен и в одну сторону, и в другую побежал. И там не то, и здесь нашли. Что ж ты будешь делать-то? Ну, понятно, что Вижен здесь есть и понятно, что неспроста его Виспадин вернется назад. Сто процентов? Да, конечно, конечно. Ну, ничего страшного. Размен Виспадин... Они могли бы сейчас его прямо отдать команде противника, если бы та дала им Свену взамен. На постоянку. Выгодный размин. Выгодный был размин, очень. Не, на постоянку не фактор, Роман. Да нет, на постоянку тоже нужен. Ну, нафиг это Свен нужен? Бедолага, которому бегает еще 2 часа фармить, а Виспадин полетит. Нет, ну, он даже в теории тогда не сможет ничего сделать. То есть, тут чисто математика. У нас Фаник. Бивер. Угу, выходит, подрезает. Тосик ему такой бах-бах-бах. Фаник барабанит и бежать. И бежать. Бэби Найт тоже ничего не успел. Санстрайк, конечно, отвесил урну. Тоже повесил, да, на Фанику. И должен улетать. Ну, да, Санстрайк уже был потрачен, поэтому можно смело улетать. Блинк у Свена появился. Урса. Все-таки Аганим собирает Урса. Тоже хорошее решение. Кстати, да, тут по сути БКБ от чего-то, ну, оно типа ну, да, инвокер, колдснэп, разве что. От инхидлы какого-то. Если он его качает. Нет, так ты уже все, ты же уже этот. Ты же уже Урса? Ты же уже Урса с Аганимом, тебе вообще пофиг. Спичка, запрыгнули на Урсу, тут же просветка, Fly, Ultimate, и Урсе побарабанусь. Даже сейчас Фурион бредит, ребят, и дум приходит, пошел Клэп, минус, бебинает моментально, раскидывается треками Баунти Хантер, габлака заслипали, вот он, Фурион, должны быть спрутые, вот они спрутые, нету чем прогрызть, вижу, правда нет, Клэп веселятся с Баунти Хантером, сейчас если виспят, его заденут, уходит. Там с прикольным крепчиком бегает Иллидан, он уже полигры гоняется с Пуржем, да, просто Пуржирует людей, ничего не стесняясь. Ну в итоге минус инвокер, не так много, но с учетом того, что это был агрессивный выпад от London Conspiracy с надеждой забрать Урсу, в итоге они потеряли своего мидера, такое себе, ну что Т2, Т2 начинает отваливаться, еще один прыжочек, кстати, можно попытаться и Деса немножко поднапрячь, да, Урс уже с агонимом, она уже вообще ничего не боится, Бейн ей уже никакого видания не может приучинить. Тут же Пурж, айсвол, никому это не мешает, неплохой вакуум, кстати, по троим, стеночка, полетал там, Т2, неужто запинает, сейчас залупая, так и есть, Вен просто отваливается в таверну, 40 секунд, может, сойдет дальше, она просто, смотри, идет, клэпает, еще буквально пару ударов, и это будет минус 2 динайд, да, Урс начинают душить, но Висп выхиливает Урсевича, еще выхиливает, еще и урна, и всем выхиливает Урсу, еще два удара по Баутихантеру, и он также погибает, это минус 3, минус 4, да, и можно ломать Т3 по миду, я не думаю, что хоть какие-то перспективы есть у Лондон Конспироси на этой карте. Да, сюда еще Фаник, который собрался практически уже, орчит, падает Т3, переключаются на барак, минус 2 сторона, скорее всего, будет не пишут, ГГ, хороший вакуум опять, но это ничего не дает, но вот тут лайк, тут уже вайп, 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 вайп. Я думаю, что можно написать и гудгейм, 20-е минуты, конечно, рановато, но сам факт податься, когда у него керри ничего нет, надеяться на что-то, но Длпай просто пришел, умер, то есть я думаю, что моральный настрой команды примерно уже понятен, да, действительно гудгейм, действительно неплохо сыграно, и поздравление Team Spirit, первую карту они отжимают. Очень уверен, на 20 минут всего понадобилось. Да, действительно молодцы. Ну и, собственно, до второй тоже осталось не так-то и долго, 2 минут через 5 мы сможем на нее посмотреть. 10-минутная пауза организаторов, дают они 10 минут игрокам обсудить прошедшую карту, подумать об ошибках или не ошибках, что сделали все правильно. Ну вот Урса 15-2-3, вот все, что сделала Урса правильно, вернее, что сделали ЛС неправильно, это забили на мидл, инвокер в итоге стоял один против двоих, баунти хантер, вместо того, чтобы пытаться убивать Виспа, они почему-то растыкивали Урсу, как будто впервые ребята вообще стоят на линии против такой даблы, и понятно, Урса здесь не приоритетная цель, приоритетная цель Виспа, тем более, который не забрал баунти руну, обычно как делают Виспы, ты забираешь баунти руну, покупаешь сразу себе боттл, и с ним типа стоишь на линии, там сейвишься, в итоге у этого Виспа боттла не было, его можно было принимать, но на него забили, это неверная политика. Баунти хантер себя тоже не окупил, 2-5-5, вот эти много смертей, кого-то поднапрячь, ну единственный фраг, который я помню с его участием, это Урсу убивали в медле, ну то есть вот забрали, да, вроде как, начало положено, а в итоге потом, а, ну еще фурена на топе, они через щиток забрали, да, 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 ну все, в принципе. Потом все, найти себя не мог, поставились с Интри, Урса его выворачивала просто наизнанку моментально, ну как-то не задалось, в общем, уверенная победа. Ну 20 минут, меньше 20 минут шла эта игра, причем было понятно, к чему она идет, уже минуты на 8, наверное, все остальное время это просто добивание противника. Друзья, мы уходим на небольшой рекламный взгляд.